МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры сделал DimaTorzok При Эльбрусе знаменита своей природой. Здесь всегда найдется на что взглянуть. Одна из главных достопримечательностей региона – долина Нарзанов. Здесь, в живописном месте, по течению реки Хасаут, на поверхность выходят почти 20 источников минерализованной воды. Долина окружена горными хребтами и лесами из сосен, так что лечиться здесь пору не только водой, но и воздухом. Если вы окажетесь в долине Нарзанов, не поленитесь пройти к водопадам на реках Хасаут и Мужд. Тем более, что климатические условия позволяют совершать походы и экскурсии практически в любое время года. Обязательно посетите Баксанское ущелье, одно из самых знаменитых на всем Центральном Кавказе. По статистике, ежегодно приезжающих сюда путешественников в 2-3 раза больше общего числа населения Кабардино-Балкарии. У такой популярности две причины. Во-первых, Баксанское ущелье – дорога к подножию Эльбруса и Чигета. Во-вторых, это невероятно красивое место, привлекательности которому добавляет река Баксан. Она сопровождает путешественника на всем протяжении дороги. Но даже не надейтесь искупаться. Из-за слишком бурного потока переправиться через Баксан почти нереально. А на самом Эльбрус поднимайтесь по канатной дороге. Здесь ее протяженность в общей сумме больше 12 километров. Она ведет туристов на высоту в 3850 метров. Смотреть на окрестности с высоты птичьего полета можно долго. Канатная дорога состоит из трех очередей. И чтобы пройти хотя бы одну из них, вам потребуется не меньше пяти минут. Обязательно посетите местное кафе «Ай», что в переводе значит «Луна». Оно уже давно стало легендой, ведь это первое высокогорное кафе в Советском Союзе. Его построили на искусственной площадке на высоте в 2750 метров. Обедать с видом на Эльбрус любили многие советские звезды. А еще его история неразрывно связана с бардами авторской песней. Здесь любил останавливаться Юрий Висборг. Именно в этих местах рождались его новые произведения. А в 90-е годы по его повести здесь даже снимали фильм «Завтрак с видом на Эльбрус». Приедете в Прейльбрусе, обязательно попробуйте балкарские хычины. Это пироги-лепешки с разнообразными начинками. Блюда популярны по всей России, но так как в Кабардино-Балкарии их нигде не готовят. И, конечно, не забудьте про местный шашлык с пряным ароматным соусом. Из напитков рекомендуем Айран местного производства. Кавказский газированный кисломолочный продукт спасет в жару и поддержит в холод. Не чита бутылочному фабрикату. В Прейльбрусе для туристов настоящий рай. Чего на местных рынках только не найдешь. Варенье из сосновых шишек, душистые травы, масла и чурчхела. Но особой популярностью в качестве подарков пользуются, конечно, вещи из овечьей шерсти. Шапки, жилеты и шали тут на расхват. Хотите привезти в подарок весомый сувенир? Обратите внимание на кий-из. Это не просто ковер. Настоящее произведение искусства. Местные мастерицы делают яркие ковры из овечьей шерсти и с разными геометрическими рисунками. Но особые умелицы могут создать и вовсе живописную картину с местным колоритом. Собирайте чемоданы и верхний Эльбрус. Самая высокая точка России ждет вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...